Продолжение следует... Кандидат философских наук, специалист, как я понимаю, кандидатской диссертации по творчеству великого Петра Бернгардовича Струва, издателя журнала «Русская мысль». И, наверное, я читал тексты Ярослава Борисовича, Ярослава Борисовича читал, наверное, то, что я пишу. И, наверное, мой первый вопрос такой. Вы, все-таки, Ярослав Борисович, скорее атеист или агностик? Да, я скорее атеист, но так как я представляю российское гуманистическое общество, я не только кандидат философских наук, то, собственно, к гуманизму, состоять в российском гуманистическом обществе могут и атеисты, и агностики, люди просто скептически настроенные в отношении существования Бога и религии. Но я готов отстаивать атеистическую позицию. Это ведь новый гуманизм, потому что несколько лет назад, довольно уже давно, в нашей программе участвовал Варий Александрович Кубакин, как я понимаю, предыдущий руководитель РГО. И мы как раз обсудили вопрос о том, что гуманизм, как он сформировался в эпоху Эразма Роттердамского, это было движение верующих людей. А вот я скептик. Меня примут православного скептика в РГО? Нет, не примут. Не примут вас в РГО. Да вы и сами не пойдете. Потому что для того, чтобы вступить в РГО, нужно подписаться под манифестом российских гуманистов. То есть там есть несколько пунктов. Например, пункт о том, что мы сторонники научного мировоззрения. И я? Ну вот научное мировоззрение, как мы предполагаем, оно противоположное религиозному. И нет, там есть какие-то пункты, по которым научное несовместимое с религиозным. Поэтому вы просто вряд ли разделяете наше понимание гуманизма, то, которое мы считаем правильным. А член соревнователей у вас нет такой... А как? Член соревнователей, как вот раньше было, в 19 веке, человек, который только хочет быть. Мне очень всегда это нравилось. Член соревнователей. Ну, это самое. Есть просто сторонник российского гуманистического общества, понятие, которое участвует в наших делах, но не написал заявление. Есть такое понятие, да. И я думаю, что вы можете участвовать в наших мероприятиях, потому что по многим пунктам манифеста вы наверняка будете согласны. Я уже выражал свое согласие, когда мы говорили с Валерием Кубакиным. Давайте тогда я обозначу, что, мне кажется, делает религию явлением близким к науке. И в каком-то смысле даже совпадающим с наукой. Потому что для меня религия – это прежде всего не догматы. Я же не верую в догматы. Догматы описывают веру. А религия – это прежде всего опыт, экспириенс. Если этого опыта нет, я не верующий. Если этот опыт есть, я могу биться руками, ногами, головой об стенку, ну, я верующий, ну, что делать? Вот я столкнулся с Богом, я вижу вот это измерение реальности. Сказать, что оно нереально, означает сказать себе и другим, что я психопат. На это я не могу пойти. Я знаю, что я наоборот, скорее, рассудок прояснился. Я не готов во всех деталях анализировать этот опыт. Опыт, 40 лет верующий, но этот опыт есть. Ну, вот как если у меня есть библиотека, я не все книги прочел. Но я читаю, и выясняется, что этот опыт адекватный для меня, с моей точки зрения. Но это опыт, он первичен. В этом смысле, как экспериментатор, для меня первично то, что я получил. Эксперимент невольный, я не старался, но получено. Да, я отвечу. Конечно, я знаю о существовании религиозного опыта. Если бы у меня был религиозный опыт какой-то, то, возможно, я не был бы членом РГУ или даже руководителем РГУ. И мы, как бы, ну, я, по крайней мере, не отрицаю, что такой феномен есть. Да, вот есть люди, которые уверены, что у них там произошла встреча с Богом или с каким-то высшим миром, что они как-то получают ответ из него. Ну, и, да, собственно, поэтому такие люди и идут в церковь, и становятся верующими. А те, у кого нет, они становятся гуманистами. Я не буду сейчас цепляться к тому, что гуманисты и верующие несовместимы. Я только призываю Эразма Роттердамского просветить Ярослава Борисовича. Эразм Роттердамский все-таки был верующий. Да, изначально, конечно, термин гуманизм, он не предполагал несовместимость с религией. Но сейчас, вот, если вы, например, в социальной сети ВКонтакте откроете там мировоззрение, варианты мировоззрения, и вам выпадет там христианство, ислам, там, иудаизм и светский гуманизм. Как противоположность христианству, исламу и там различным религиозным. Вот в этом смысле мы и являемся светскими гуманистами. Вы знаете, вот еще один пункт, по которому я окажусь себе человеком не только верующим, но и рациональным, ученым и гуманистом. Потому что есть два способа вести диалог с реальностью. Один способ – схлопывание. То есть вот есть огромный мир, я из него изготавливаю, я его прессую до каких-то формул. А есть другой способ, гуманистический. Есть огромный мир, и я его распрессовываю, я его делаю еще более огромным. То есть мир расцветает. Это делает ученый. Казалось бы, простой или сложный мир, но он оказывается всегда для науки бесконечно более сложным, чем он кажется для бытового сознания. Поэтому, когда вот вы говорите христианин, ислам, иудаизм – это антигуманно, потому что это схлопывание реальности. Вот отсек христианства, вот отсек иудаизма, ислама и так далее. А я скажу, что это просто неверная классификация, это упрощение до неверности. Отношение с Богом можно так классифицировать, но это очень опасно, потому что мы перестанем понимать верующих. Хотя я знаю, что многие верующие именно так упрощают реальность, но не потому что они верующие, потому что они не гуманисты, не ученые. А верующий ученый раскрывает. Я не очень понимаю этой метафоры вашей. То есть, ну да, конечно, ученые видят больше, чем видят люди к науке, не имеющие отношения. А в чем вопрос? Дайте я чуть-чуть другой пример подам. Более простой. Есть две сферы знаний. Точные знания, сайенс, как таковая, точная наука. И есть гуманитарные знания. Любовь. Я знаю многих атеистов, которые сужают любовь, вот схлопывают. Любовь родительская, любовь отцовская, материнская. Любовь для них – это биологическая функция. На мой взгляд, это пересечение допустимого, потому что для меня любовь, как для гуманитария и гуманиста, нечто таинственное, загадочное и не сводимое к заботе о потомстве, о партнере и так далее. Для меня, как для верующего, любовь еще более загадочная. Попытка точных наук, загадочность и тайну человека упростить до зоологических ответов, мне представляется ненаучной. Ученый должен иметь вовремя остановиться. Ну, что касается любви и нравственных качеств, конечно, мы не можем полностью научно как-то объяснить. И, да, должен ученый остановиться. И никто не скажет, что я с помощью физиологии и биологии объяснил любовь. Гераслав Борисович, зайдите в магазин. У вас там будет сейчас, слава богу, целая полка литературы, где вам объяснят, что мы объяснили любовь с помощью нейрофизиологии. Ну, вот, неправы они. Уже точка соприкосновения, хорошо. Тогда то же самое. Ведь прежде, чем задавать вопрос о Боге, я же не задавал вопрос о Боге, когда уверовал. Я задавал вопрос о себе. Я искал себя. Вам, как философу, это состояние знакомо? Вы спрашивали себя, почему вы это вы, а не обезьяна? Конечно, вопрос, да, кто такой я и что такое я, он... Никто я. Давайте упростим. Кто такой человек? Чем человек отличается от обезьяны? Человек – часть биологического вида? Или в нас есть нечто, что не сводимо, вот опять я возвращаюсь к этому, что не сводимо к биологии, физиологии, нейрофизиологии и так далее? Ну, сознание есть, понятно, это общий банальный ответ. Сознание, разум способность мыслить. Способность любить. Да, тоже. Да, это высшее чувство. Когда я возвращаюсь к вопросу, который в одной из ваших статей сформулирован довольно жестко. Существовали ли Адам и Ева? И что они значат для верующего человека? Вот с тех пор, как у меня... Я читал Библию до того, как стал христианином, и Панчатантор читал, и Веда читал, я все читал. Но с тех пор рассказ об Адаме и Еве, я понимаю, что это миф в научном смысле слова, то есть это средство что-то описать, что нельзя описать иначе. Я понимаю, что есть там Ева митохондриальная, как говорят, которая жила 120 тысяч лет назад, Адам жил 80 тысяч лет назад, поэтому они жили очень мирно и никогда не ссорились. Но я понимаю, что рассказ об Адаме и Еве вообще не об этом. Он не о том, как произошел человек, он о том, почему мое ощущение себя как личности, как человека, одновременно говорит, что я уникальный, как и все люди, явления, и одновременно говорит, что у них есть трещина. Что моя уникальность, она не соответствует тому, какой она должна быть. Ну, это обычно называют словом грех. Ну, да, так люди и до христианства считали, что они там не полностью совершенны, и там не до конца совершенны, и трещина есть там, чревоточина какая-то есть, не все хорошо там внутри меня, это нормальное чувство. Да ладно, Ярослав Борисович, посмотрите вокруг, Россия, ну и земной шар, я думаю, 90% людей, в общем, считают, что комплекс вины это нехорошо, и от него надо избавляться. Мыслящий человек, он вряд ли так анализирующий, саморефлексирующий, вряд ли так может считать, что он там полное совершенство, и ничего в нем нет плохого. Тогда мыслящий человек может сказать вторую часть этого опыта, это не религиозный пока опыт, что мое несовершенство, вот мой дефект, он не во мне коренится. Это не то, что папа меня неправильно воспитывал, или мама обидела, во мне есть что-то более базовое, неверное, что есть и в других людях, то есть это не просто мой личный грех, а это какая-то общечеловеческая проблема. Как быть человеком, это чудо всех людей, так быть не очень человечным человеком, это проблема всех людей, уходящая куда-то в точку за пределами науки, за пределами материальной жизни. Ну, а это вот уже как раз вы переходите в область религии, то есть... Пока поэзии. Ну, поэзии, ну, это каждый человек несовершенен по-своему, и если он начнет мыслить о себе, там, задумываться о себе, он какие-то несовершенства разные найдет. И, конечно, так же можно говорить, что все люди там нездоровы, хоть у них нет полностью там здоровых людей, там, и это проблема там всего человеческого рода такая. Ну, то есть здесь так же, как для объяснения того, что все нездоровы, не нужно какой-то трансцендентный мир привлекать или там в какое-то грехопадение. Также здесь я не вижу необходимости, то, что все люди нравственно несовершенны, привлекать какую-то идею первоначального грехопадения и этим объяснять. Я, кстати, не говорил про нравственное несовершенство. Я прошу прощения, опыт револютирован, онтологическое несовершенство. Этика – это этика, возможность устроиться в этом мире. Но онтологическое – это значит, что человек не может всего, чего он хотел бы, там, достичь, там, и не обладает... Человек не может быть вечным для начала. Ну, вечно жить, да, вечно быть здоровым. Нет, здоровье меня не очень волнует. Ну, так онтологическое несовершенство, я, собственно, наверное, у меня такого серьезного опыта онтологического несовершенства нет. А вы Камю любите? Камю, ну, я вряд ли большим специалистом считаю. Любите быть специалистом, это вещи несовместимые, по-моему. Да, да не, не, Камю и вообще экзистенциализм, вот этот опыт... Отчаяние. Отчаяние. Я не имею такого большого опыта, не было у меня в жизни какого-то большого отчаяния такого. Я даже не... Но вы же жили в Стокгольме. Жил в Стокгольме. Вы ступали по камням, по которым ступал Сёрен Киркегер. Киркегер был датчанином. По Стокгольму он точно ступал. Я совсем недавно читал его. Ну, может, он там не ходил, но он был датчанином и в Дании прожил всю жизнь. Ну, собственно... Ну, хорошо, скандинавский полуостров. Да, да. И он вам тоже не нравится? Да я открывал его «Страх и трепет» книгу лет 20 назад. Но я писал там диплом по шестому. А для шестого Киркегер был таким главным предшественником. Но меня не вдохновил ни Киркегур, ни Шестов. То есть вот этот опыт такого вселенского отчаяния, что я ничего там... Как там у Киркегура было, что он говорил про царскую дочь и бедного пастуха, который не может выйти в бедный пастух за эту царскую дочь и взять ее замуж. Поэтому, в общем, там речь шла про то, что через веру... Так он не может, а вот через веру он может. Так же, как Авраам, который Исаака заносил над ним. Вот, собственно, через веру он получит обратно этого Исаака. Через веру этот бедный юноша получит эту царскую дочь. Но я вспоминаю, как я так воспринял из Киркегура. Но я не вижу, что это никак с моим личным опытом несовместимо. И, собственно, мне это далеко все от меня. То есть, если бы кто-то... Да, там, преодоление смерти, да, там тоже... Вот через веру человек получит это самое воскресенье какое-то. Там у Льва Шестого погиб сын во время Первой мировой войны. И вот он единственный там любимый сын. И вот он через Киркегура как-то так... Вот эту идею о том, что нужно там по-настоящему верить. И там, если бы была вера через горчичное зерно, то ты бы горы можешь сдвинуть, и так мой сын может воскреснуть. Вот через веру я смогу получить этого сына. Вот такая трагедия у человека произошла. И он, собственно, через какую-то часть религии попытался эту проблему внутреннюю решить. И так же, как и у Киркегура, там были какие-то проблемы в личной жизни. Он не смог жениться там на какой-то своей возлюбленной. И вот, ну, я как бы понимаю, откуда это все идет. Но, собственно, у меня нет такого опыта. Я не верю, что через какую-то религиозную веру можно какие-то эти проблемы жизни и смерти, проблемы преодоления смерти решить. И в этом смысле, поэтому я и советский гуманист. Я добавлю третьего человека в эту серию. Был такой польский писатель Ян Добрачинский. В 50-е, 60-е годы довольно популярный. И он написал роман «Письма Никодима», «Листа Никодема». Где действие, это как бы письма того Никодима, который упоминается в Евангелии, похоронившего Иисуса в своей гробнице. И вот он ходит за Иисусом два года. У Никодима больна дочь. У Добрачинского была больна дочь. И хочет попросить Иисуса об исцелении. Иисус там этого исцелил, этого. Никодим не решается попросить. И в конце концов уже Иисус распят и воскрес. Дочка Никодима умерла. И не воскресает. Дочь Яна Добрачинского умерла. Он был римокатолик. Человек глубокой веры. Весь роман о том, что то, что вам кажется попыткой аутотерапии, попыткой иллюзорных идей облегчить экзистенциальные какие-то вещи, потерю близкого, нездоровья и так далее, как раз Добрачинский пишет, что Бог не об этом. Он не терапевт. А в этом смысле вера, она не лечит. Почему атеистическая аргументация против религии, что это самообман в целях утешения, мне кажется, иногда это верно, но чаще это совершенно несправедливо. И это всегда неверно в long run, то есть в стратегическом отношении. Потому что любой верующий, книга Иова, в конечном счете понимает, что он умрет. Он это совершенно не отрицает. Значит, мне кажется, что и атеист должен задуматься над тем, ну, можно сказать, что мы все идиоты верующие, но мы не слепые идиоты. Я понимаю, что здесь... И обычно я, кстати, безутешен. Я склонен к мирных людей. Вот вы, я вижу, оптимист. Но когда есть благодать, я тоже веселее. Так вы, верующие, при этом всегда же молятся о выздоровлении, о том, чтобы смерть не сейчас пришла, а когда-нибудь потом. Нет, мы молимся... Нет, сейчас дайте, как я вспомню, в тенью на литургии. Мы молимся о непостыдной смерти. То есть о том, чтобы умереть. Ну, я думаю, что вы это тоже хотите, как порядочный человек. Чтобы перед смертью не бронить родных, что они плохо утку выносят. А вот мирные кончины. Да, это точно. Но, собственно, есть же там молитвы о здравии какие-то, при этом о выздоровлении. И это на уровне, не знаю, бытовом и массовом гораздо чаще, чем о непостыдной кончине, наверное, молитвы. О, нет, молитва о непостыдной кончине в каждой литургии абсолютно наравне. Но вы правы. В массовом представлении, об этом много писали разные церковные публицисты, многие люди идут в храм не молиться во время литургии, когда вспоминают смерть и воскресение Христа, а после литургии на молебне за упокой или за здравие вот уже по своим личным нуждам. Тогда такой вопрос. Вы же атеист, но вы человек-ученый и философ. Вы же не материалист в строгом смысле слова. Материалист не может быть ученым. Ученый изучает качество и количество. А изучать религию, исходя, принимая за принцип, что религия – это то, что делает большинство, это же ведь не совсем методологически верно. Почему за идеалы религиозного человека, как я замечаю, воинствующие атеисты склонны принимать как можно более невежественные, вонючие, какой-нибудь в платочке или в кирзовых сапогах персонаж, а там, если я скажу, Бердяев, Стровы, Шестов, ну, это исключение. Да, я… Нет, собственно, вы правы. Не надо принимать чисто методологически что-то там некрасивое в платочке. Нужно ориентироваться на высоких представителей. Я замечу, что самые высокие представители религии, которых я знал, даже не отец Александр Мень, это его крестная мама Мария Витальевна Тепнина, которая была детским стоматологом, железной леди, крошечная, отсидела червонец по делу катакомбной церкви после войны. Вот. И она все знала про жизнь. Я хотел вам вопрос тогда задать. Вот вы меня спросили про Адама и… Ну, не спросили, даже сказали про Адама и Еву, о том, что вы это метафорически понимаете. Как бы не то, что они там реально существовали, там реально ходили по раю, да, там два мужчина и женщина. А Ветхий Завет вы метафорически понимаете? То есть понимаете ли вы метафорически там историю там Каина и Авеля, там Всемирный поток, Вавилонскую башню? Или это странство евреев в пустыне? Все это метафоры или это исторические данные? Я же библиотека первой категории. Вот. Для меня Библия – это библиотека. В Библии 60 книг. Ну, там плюс-минус в зависимости от традиции. Вот. Библия – это примерно 60 книг, о которых нельзя говорить однозначно, что они все вот такие. Они очень разные. Мы с вами знаем, что даже книга «Бытия» – это довольно механическая комбинация двух разных текстов. Вот. Потому что составителю Библии было важно сохранить оба варианта. Они для него оба были существенны. Вышло не очень разумно, я согласен. Но зато для нас сохранился текст в изначальном виде. Если речь идет об Адаме, Еве, Каине, Авеле, мы прекрасно знаем, что это все мифы, взятые окружающих народов. То есть Бог работает методом коллажа. Вот. Он берет имеющиеся у людей картинки и буквы, и складывает из них свой текст, изменяя рассказ о потопе, был мы теперь знаем и в древнем Шумере. Это общемировой сюжет. И Библия для меня, голос Божий, настолько, насколько специфичен этот рассказ Библии. Он другой, как рассказ о творении. То есть Клод Левистрос, французский антрополог великий, создатель, строго говоря, научного изучения религии, он говорил, что символы, сюжеты мифов, они во всем мире более-менее универсальны. Их немного. Они похожи на ноты. Но что сыграно этими нотами, какая мелодия, это бесконечное разнообразие. Все ноты Библии можно встретить у язычников, у египтян, у шумеров и так далее. Но как расположены эти ноты? И мне кажется, это очень разумно. Это вопрос о языке вообще. Для каждой фразы, для каждого нового события в нашей жизни мы разве изобретаем новый язык? Был такой научно-фантастический рассказ, где каждый день новый язык. Но он же новый день. Но мне кажется, что то, что в нашем языке слова унаследованы за много тысяч лет, что это норма. Мы должны уметь сказать новое, используя старые слова. Это наша человеческая уникальная способность. Из одеревеневшего, из неверного, создавать, как ни странно, верное. Но при этом большая часть рассказов Библии, я убежден, то есть я не убежден, все, что относится к периоду, ну, наверное, начиная с Давида, в общем, это не менее недостоверно, чем повесть временных лет. Это очень древние рассказы, но в целом они подтверждаются археологическими данными. Только надо понять, что и Исход, и царство Соломона, они же описаны автором шестого столетия, который скорее описывал такой идеальный город Китиш. Как должно было бы быть, ему это очень хотелось. Он страшно преувеличивал, как и все восточные люди. Хотя и в России я знаю людей, способных к преувеличениям. Вот в Министерстве финансов, там, в центре Э. Поэтому Моисей, конечно, скорее всего, выходил из Египта. Но их было не так много. Ну, 10 человек, ну, может, 15 человек. Но ведь это не принципиальный момент. Ну, просто все иудеи верят, ну, не все, но, наверное, 90% ортодоксальных иудеев, да и, наверное, христиан верят, что не 10 и 15 человек, а там несколько сот тысяч человек, как и описано, и море расступалось, и 40 лет они блуждали, и манна небесная сыпалась. Ну, их надо отправить в семинарию, чтобы подучились, потому что в любой семинарии любой преподаватель Ветхого Завета скажет, что эти цифры носят символический характер, объяснит символику этих чисел. Вот, что сакральное число 12, которое возводится в квадрат, в куб и так далее, объяснит принципы функционирования древней восточной литературы и вообще древней литературы. Вот, что это действительно символы. Другое дело, что чем ближе к современности, тем ниже уровень метафорики просто, потому что цивилизация развивается. Поэтому, с моей точки зрения, то, что мы имеем в Евангелии, качественно, отлично от рассказов книги «Бытия» и ближе к книгам царств, к книгам Паралипоменон. Верую ли я в чудеса, как в реальность? Да, верую. Я над этим, кстати, особо не задумываюсь. Но для меня сильно важнее, что чудеса прекратились. Потому что то, что сказано один раз, сегодня, надо говорить, совершенно иначе. Ну, да, мне, конечно, хотелось там дальше поговорить именно про Новый Завет тоже. Ну, раз вы про чудеса затронули тему. Ну, а вот все эти там в святцах православных постоянно же упоминаются о чудесах, которые там совершали Сергий Радонежский, там Серафим Саровский. Ну, Сергий Радонежский не очень много совершил чудес. Ну, какие-то там православные святые, постоянно же... Ну, тут я вам отвечу, как православный историк церкви. Хорошо быть римокатоликом. Римокатолики в конце 60-х годов прошлого века провели ревизию своего церковного календаря, вычеркнули оттуда всех не существовавших святых, типа Георгия Победоносца и так далее, и так далее. Это были десятки человек. Вычеркнули, кстати, всех антисемитских святых, то есть ложные жертвы иудейской слабоизненности. Поэтому у них этот вопрос не стоит. У православных у нас такой ревизии не было. Но, разумеется, я понимаю, что большая часть этих рассказов о чудесах – это вымысел. Я точно так же убежден, что были и настоящие чудеса. Другое дело, что отличить одну от другого очень трудно, потому что если меня на улице машина пронеслась в сантиметре от меня, и я живой, для вас это случайность, для меня иногда это случайность, а иногда это чудо. То есть иногда я просыпаюсь и знаю, что это биология, а иногда я просыпаюсь и говорю Богу, слава тебе, потому что вообще у меня подозрение, что сегодня я должен был не проснуться, вот уже там похороны, крематорий и так далее. Чудо – это не всегда внешний факт. Это по большей части обычное явление, находящее отголосок в душе. То есть то, что вы прочтете как случайность, для меня великое чудо. – Ну, я понимаю, просто, конечно, это зависит от человека, и, собственно, если вы верите в чудеса, и, соответственно, верите в то, что, ну, обычно там ничего, нет же, естественно, что машина рядом проехала, а не с точки зрения науки, да, и это для вас чудо, но понятное дело, что… – Не-не-не-не-не. То, что машина просвистела, это как раз обычное, это не чудо, это нарушение ПДД, к которому склонны все российские водители. Но иногда это знак от Бога, а иногда нет. Вера помогает не различить. С вашей точки зрения это абсолютно идентичные события, а с моей точки зрения нет. Но главное это чудо, вернемся, это сам человек. Вечный или не вечный. Я внутри знаю о себе, что я вечен. Вы скажете, что это иллюзия нейрофизиологическая. – Ну, да, если бы я знал, что я вечный, я бы, наверное, тоже был христианином. Но здесь… – Почему бы так ислам и иудаизм? – Ну, если нет, ну, наверное, был бы просто представителем какой-то религии, но я же в ареале христианства нахожусь, и вряд ли… – Где? Ой, покажите мне ареал христианства. – Ну, как, где Россия? – Москва, с моей точки зрения, это Новый Вавилон. Это скорее город Антихриста, псевдохристианство. А вы чувствуете, что это прямо-таки христианский ареал? – Ну, конечно, чувствую, что христианский ареал… – А это не материализм? Если на клетке со львом увидите надпись «Буйвол», считать, что там «Буйвол». – Так я… Ну, собственно, эта надпись, она всей истории была написана. Это же не фантазия какая-то. – Почему? А вот с моей точки зрения, это самообман и фантазия считать, что Россия православная страна, христианская. – Ну, хорошо. Я даже не хочу на эту тему спорить. – Это правильно. Сейчас это довольно рискованно. От двух до трех с половиной лет условно. – Да нет, да. Просто есть, конечно, язычники, которые считают, что христианство древнюю культуру русскую как-то извратило. – Нет, но вот все эти часовни около военного ведомства, все эти крестные ходы – это же язычество в христианской шкуре. С моей верующего человека точки зрения. – Ну, вы же такую неортодоксальную часть христианства представляете. – Да почему же я неортодоксальный? – То есть полковник КГБ, который теперь вместо заседания порткома ходит в церковь, на государственные деньги выстроенные, кстати, как и портком, у него был на госденьги. Вот он ортодоксальный христианин, а я не ортодоксальный. Вы опять смотрите, как… – На большинство и на то, что более слышно. Ну да, я так смотрю, может быть, это не совсем методологически – Это не научно. – Да, давайте о христе и христианстве. – Давайте о вечности все-таки. – Потому что ваш вопрос о воскресении, какое отношение оно имеет к вам, ко мне, или к кому бы то ни было. Потому что вот есть чудо человека, с моей точки зрения, данность, и есть второе чудо, совершенно отдельное. чудо человечества, чудо солидарности некоторого единства людей к вопросу об Адаме и Еве. Я понимаю, что Адам и Ева – это не двое каких-то персонажей, но точно так же я убежден, что вот наша дефектность, о которой мы говорили, что она общая, мы в ней солидарны. И я не берусь объяснять эту солидарность, но для меня она совершенно очевидна. А для вас один таракан за другого не отвечает, один человек за другого не отвечает. – Да, не отвечает, и для меня вот это является как бы, ну, некой странностью и нелогичностью, несоответствием какому-то моему представлению о должном, о нравственности, вот представлении о том, что кто-то один согрешен, а другие платят по его счетам, то есть поражены этим первородным грехом в результате того, что кто-то один согрешил. И также довольно странно, что как бы как христианство объясняет смысл в очеловечивании Бога, то что он взял на себя грехи мира, что он искупил грехи мира, что он перенес себя в жертву за других людей. Вот, когда люди об этом, ну, произносят эти слова, мне кажется, подавляющее большинство, они никогда не додумывают вот эту идею там до конца. Собственно, ну, с нашей же современной точки зрения довольно странно, чтобы кто-то один… Нет, с нашей атеистической точки зрения, а кому принадлежит современность? Нет, современность принадлежит нам, светским гуманистам. Берите, берите, а я себя ставлю без смерти и вечности. Так вот, довольно странно именно с современной, не знаю, европейской, ну, светской, гуманистической точки зрения, когда кто-то один совершил преступление или там грехом в христианской терминологии, а другой страдает в результате этого греха. И такое, как бы, положение дел, в общем-то, кажется совершенно не противоречащим вот нравственному чувству. Но это все равно, что, как бы, кто-то один совершил преступление, а другой пришел к суде и сказал, а вот давайте я за него отсижу в тюрьме там, или давайте я пострадаю, а и этим искуплю его грех. То есть это, как кажется, довольно странным и нелогичным и несоответствующим ничему. И вот, в общем-то, наверное, с этого начались мои вопросы, в результате которых я и попал на эту программу. Давайте у нас есть небольшое видеоинтервью с отцом Всеволодом Чаплиным на вопрос христианства и атеизма. Давайте дадим слово одному из представителей российского большинства, настоятелю храма в центре Москва. Это Всеволод Чаплиным. Я вырос в атеистической семье, особенно такими убежденными атеистами были один из моих диноб, отец, люди, которые занимались техническими науками. Но я колебался между верой и неверием лет до 13, а потом все-таки осознал себя верующим человеком и пришел в церковь. Может быть, случайно, может быть, на самом деле по Божьему призыву. Большая часть моих родственников, умных людей ушли в иной мир неверующими и часто агрессивно неверующими. Но я все-таки убежден, как верующий человек, что смысл жизни атеиста очень сложно сформулировать, его очень сложно понять, его очень сложно, извините, выработать. Мы здесь придумывали разные смыслы жизни, которые исключают жизнь вечную. Это и будущее поколение, это и жизнь народа, жизнь страны, жизнь человечества. Кто-то говорил просто о лопухе на могиле. Но на самом деле, я боюсь, что все-таки найти смысл, не имея перед собой перспективу вечности, нельзя. И вот в этом, наверное, самая серьезная проблема. Не опасность, а проблема неверующих людей. Они искусственно ищут смысл жизни и не находят его. Поэтому те же мои родственники, которые умерли неверующими, умирали, ну, на самом деле, страшно. Без отрады относительно того, что происходило в их жизни, со злобой на младореформаторов или на тот или иной народ или на страну. Кто-то был русофобом, прямо скажем. Кто-то был как раз советов обоих сторонникам русского путеразвития. Но вот это отсутствие смысла жизни людей на самом деле погружало в скрываемый, но очень реальный пессимизм. Вот я по своей семье это все знаю. Смысл жизни только в вечности. Не дает настоящего смысла ни рассуждения об истории, о благе народа, о благе человечества. Ни какие-то шуточки, отговорочки. Это попытка избежать от собственной совести. Говорил отец Силан Чаплин, Ярослав Головин. Да, что тут можно сказать? На самом-то деле, это, конечно, обычная претензия к гуманистам и к атеистам о том, что вот они не могут сформулировать смысл жизни. А что вот то, как Всеволод Чаплин поформулирует? Жизнь вечная. Это что, как бы нормальный смысл жизни? И ради вот этой жизни вечной, с точки зрения того же Всеволода Чаплина, необходимо совершать какую-то массу совершенно странных действий, без которых этой жизни вечной не будет. То есть там молиться, креститься, там слушать радио Радонишки, говорится. И совершать массу обрядов, не есть там мясо какие-то дни, какие-то и так далее, и так далее. И без этого вроде бы как этой жизни вечной не будет. А что это за жизнь вечная, никто толком то сказать не может. Потому что никто не возвращался, никто не описывал ее, как положено. И ради какой-то фикции, которая в будущем, как он говорит, предстоит, предлагается массе людей тратить свое время, деньги, энергию на какие-то странные вещи, без которых этого смысла вроде как не будет. Если бы он говорил, что смыл жизни в благополучии и достатке, то можно было бы проверить, действуют вот эти вот крещения, причащения и все остальное. А также нельзя проверить, непонятно, какая, что, как бы вот умрет человек, непонятно, что там будет там дальше. И никто не может сказать, подействовало ли все то, что там религия предлагает или не подействовало. Ну вот так оно там, именно поэтому тысячелетиями все и существует, что непроверяемые как бы цели даются, которые возможно проверить, достиг или не достиг, а какие-то совершенно непроверяемые. И, собственно, что тут смысл жизни для христианина, как бы жизнь вечная, это совершенно какая-то фикция, с моей точки зрения. Я вас очень расстрою, если скажу, что можно не поститься, что можно ничего не жертвовать на церковь и вообще все-таки быть верующим. Да не расстроитесь. Я не в порядке рекламы. Нет, я знаю. Я же для сведения. Но вы же при этом поститесь, скорее всего, и вы при этом считаете, что это правильно, вы там причащаете людей, вы считаете, что это важное дело, и без причастия у тех, которые причащаются, больше шансов на эту жизнь вечную, чем у меня, у которых нет. О нет, Ярослав Борисович, это... Ну вот вы такой неортодоксальный. Я очень неортодоксальный, просто плохо знаете ортодоксию. Вы знаете ортодоксию в пересказе бывших марксистов. А правда заключается в том, что, подходя к причастию, человек как раз каждый раз молится, что я вообще-то сволочь и, в общем, потенциально иуда, но ты меня удержи. Удержи меня от предательства. Вы понимаете, я думаю, это вопрос не только о христианстве. Это вопрос о религиозности вообще. То, что для вас фикция, человек не верует в фикции. Люди действительно умнее. Человек верует, потому что вот вечность, вдруг он понял, что это его опыт. Я возвращаюсь к началу программы. О том Евангелие, благая весть. О чем? Не о том, что будет, а о том, что есть. Царство Божие приблизилось. Люди шли за Христом не потому, что он морковку держал в руке. Он говорил довольно жуткие вещи. А потому, что вот он, и я вдруг вижу, что это в моей жизни появляется четвертое измерение. Это измерение вечности. Поэтому я могу умереть с голода в Освенциме ради другого человека. Или вот как Синзы умирали, как умирал там Максимилан Кольби в Ревенсбурге, Мать Мария. Не потому, что я надеюсь на вознаграждение, а потому, что если в моей жизни есть это измерение, есть вещи третистепенные, как пост. Он был до христианства, и помимо христианства существует. Нет вопросов. Вы понимаете, если я люблю женщину, я выношу мусорное ведро. Я бы его выносил, если бы я жил один. Тоже, наверное. Но я ее люблю, и я выношу ведро, но при этом я еще выношу ведро в измерении любви. Многое мы делаем именно как люди, бессмысленного, а часто и вредного, с точки зрения зоологии. Нет? Или гуманистно обезвленностно. Я хочу что сказать, что вот так же, как этот Кольбе жертвовал собой ради... Он Кольбе, он поляк, он не француз. Ну, да, жертвовал собой ради жизни вечной или потому что не мог. Точно так же наверняка масса атеистов жертвовали собой ради других и ради каких-то светлых идеалов. Не спорю. И точно так же, собственно, там, где страны с большой... Но, я прошу прощения, светлые идеалы, это что? Они в голове держали теорию эволюции, теорию сосуществования, альтруизма. Мне кажется, что когда атеист жертвует собой, для него реальностью является любовь к другим людям. Конечно. То же самое это с секверующим. Да, не ради теории эволюции и ее торжества. Это не материалистическое ощущение, любовь к людям. К вопросу солидарности и о единстве. Есть единство в любви, но есть и единство в ущербности. Я люблю вопреки тому, что я знаю, что люди недостойны любви. Только вся разница в том, что у атеиста, в этом смысле атеистам быть, с моей точки зрения, очень холодно. Потому что это конечная любовь. А мне в этом смысле выпал совершенно замечательный опыт. Любовь та же. Моя любовь к жене такая же, как любовь к жене атеиста. Вся разница в том, что я вижу, что эта любовь бесконечна, и что она не только между нами, что она часть какого-то, ну, может быть, назвать это фракталом. Вот какое-то фрактальное пространство, где любовь в каждом клочке, и она на всех при этом одна. Вот голографическое такое пространство. Каждая частица содержит все. И тогда становится ясно, что я пытаюсь выразить языком, там, Адама-Ева, потоп, перекреститься, стать на колени. Это знаки, это слова, это средства коммуникации, не более того. Это не жетон, который я бросаю в автомат, чтобы он выкинул мне банку с газировкой. Ну, вот у вас есть такой опыт, получается, да, что это часть единой какой-то любви, там, это вот часть такого религиозного опыта, что вот я там часть чего-то там большого. Это часть не религиозного опыта, это часть, ну, этот опыт, я не сказал, пока Бог, это часть общечеловеческого опыта, на мой взгляд, у гуманиста, это тоже должно быть. Но это мистическое чувство, не вполне рациональное. Его не вытащить из нейрофизиологии. Ну, так, мы же уже согласились, что много чего не вытащить из нейрофизиологии. Много чего не вытащить, много чего не объяснить. Почему тогда вы так упрощаете, не как Базаров, конечно, паси Бог, не как Бюхнер, вот, но почему так упрощаете поведение верующего человека? Ну, есть суеверы. Я сам иногда крещу рот и в этом смысле веду себя как суевер, чтобы вот бес не попал. Но я делаю так не потому, что я суевер, это, ну, жест и жест. Точно так же я перечитываю там Пастернака, я его знаю, ну, и перечитываю, мне это приятно. Но я хорошо понимаю, что семиотика религиозного поведения не только суеверие. Суеверие – это как бы потертый корешок, это истрепавшиеся страницы. Но по сути своей на этой странице важный и интересный текст, который нельзя иначе выразить. Если Бог есть, я должен встать перед Ним на колени. Ну, если я люблю женщину, я должен ее поцеловать. Наверное, можно заводить детей не целуясь. А можно целоваться не с целью заводить детей. Но так и с Богом. Так я что хочу сказать, что, конечно, мы-то видим религии организованные и религии не просто с каким-то чувством, там, религиозным, которое нужно как-то выразить, как вы говорите, там, встать перед Богом на колени и все. Вот Струва, о котором я писал диссертацию, он примерно, как бы, таким религиозным человеком был, что вот у меня есть какое-то представление, там, о Боге, о вечности. И оно мало согласуется с какими-то там внешними религиозными об этом идеями, представлениями. Вы не лезьте там, что у меня внутри, собственно, вот на таком уровне. То есть он в конце жизни там какие-то посещал, конечно. И поэтому вы писали диссертацию Острова, а не Бердяева, у которого был вулкан веры. Нет, совершенно не поэтому, потому что его социальная и политическая позиция мне очень близка, его борьба с марксизмом, критика марксизма и коммунизма и тоталитаризма мне тоже очень близка, и эту часть я полностью разделяю. А религиозную тему он написал совсем немного и не хотел, и он через себя писал, когда приходилось об этом что-то писать. Не нравилась ему эта тема. Ну, как бы для России что-то нужно религиозное, значит, он был прагматик. Нет, там, да, собственно, меня с трубой сейчас речь, я хочу эту самую мысль какую высказать, что вот вы сказали, что существует у вас там представление о любви к жене, как части какой-то такой большой вселенской любви, да, это, ну, такой вот часть опыта, и, ну, у меня, может быть, таких религиозных или мистических переживаний нет при этом. Но мы это видим, что 99% людей, которые называют себя религиозными, они же не останавливаются на том, что вот у меня есть какое-то мистическое переживание Бога, и я готов встать перед ним на колени. Они создают церкви многомиллионные с догматами, с представлениями о, там, рае, аде, о целовании икон, о постах, молитвах. То есть перегибают палку. Да, так они... Имируют палку. Они не просто перегибают палку, а вся их 90% жизни это как перегибание палки. А вы, как бы, говорите, ну, вот есть же вера такая, что мне хочется упасть перед Богом на колени. Ну, вот вы поэтому и в рясе, а я в нормальной светской одежде. На этом я вынужден закончить нашу программу, в которой участвовал Ярослав Борисович Головин, председатель Российского гуманистического общества, кандидат философских наук. Мы обязательно, я надеюсь, продолжим, если будем живы. Я могу твердо сказать, что я участвую в перегибании палки. Я не пытаюсь выдать сейчас такой туристический вариант религии. Вот, ну, мне действительно хотелось обсудить, я надеюсь, что нам это как-то все-таки удалось, вопрос о том, с чего начинается вера как таковая. Настолько ли она безумна и суеверна, как это может показаться, глядя из российского гуманистического общества. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго!